Василий Николаевич, вопрос, пришедший к нам в виде комментария. Моя девушка намекает, что была бы не против, если бы я сделал обрезание. Слышал, что эта процедура была модна в Америке, даже среди нерелигиозных мужчин. Чем она может быть вредна или полезна? Проводится ли у нас такая процедура и можно ли ее делать взрослым мужчинам? Да, действительно обрезание, по-медицински называется циркумцинзия. Чаще всего эта операция проводится в африканских странах и в странах Востока, либо у определенного количества религиозных групп людей, которые проживают на нашей территории. Также эта операция проводится тем мужчинам, у которых есть к этому показания, то есть у которых развиваются соответствующие болезни, чаще всего это фимоз, и без проведения этой операции нарушается качество жизни мужчины. У нас в центре ЛАДЭ такие операции тоже проводятся, но мы в основном их проводим не с целью получить косметический эффект, а только в том случае, если мужчине действительно это доставляет определенный дискомфорт, действительно развивается какое-то заболевание, из-за которого нарушается качество жизни этого мужчины. Можно ли ее делать взрослым мужчине? То есть если никаких показаний нет, это просто желание его или его партнерши? Ну, это просто, если никаких показаний нет, это просто желание партнерши или мужчины, эту операцию можно делать, но опять-таки повторюсь, что мы выполняем это только в том случае, если есть показания. А так это относится просто к пластическим операциям, и в принципе, если с пластическим хирургом обратиться к пластическим хирургам, я думаю, что они не откажут. Ну и плюсы и минусы такой вообще в наших условиях, то есть не в Африке, а где-то в Америке, а именно у нас. Дело в том, что если рассмотреть историю, то все религиозные обычаи, они больше связаны с образом жизни людей. Дело в том, что почему на Востоке появилась такая традиция? Потому что там сложно, там мало воды, и мужчинам сложно принимать соответствующие гигиенические процедуры для того, чтобы не получать раздражения, не получать баланопаститов, таких заболеваний, когда воспаляется крайняя плоть мужчины. И у них и существуют определенные проблемы с этим, и поэтому они пошли по такому пути. Это практично. Это практично, да, это просто практично. Хотя справедливости ради нужно заметить, что существует статистика, что жены мужчин, которые прошли эту процедуру, у жен мужчин реже бывает рак шейки матки. В разы, реже в разы. Есть некоторая статистика, даже в 10 раз говорит о том, что с чем это связано. Ну, скорее всего, то, что вот этот припуциальный мешок, это пространство между крайней плотью головкой и полового члена, это все-таки там определенное число бактерий постоянно находится, и это хорошая среда для их жизни. И при половых контактах этим женщинам заносятся определенные вирусы, бактерии, которые могут вызывать онкологию шейки матки у женщин. Поэтому надо решить самим. То есть какой-то смысл в этом? Определенный смысл есть, определенный. Но опять-таки, если мужчина соблюдает гиену, если он разборчив в своих половых связях, то, в общем-то, большого смысла в этом я не вижу. Просто способ выделиться, скажем так, да? Ну, способ выделиться, перед кем, как, в каком и в каком состоянии. Потому что в состоянии эрекции все половые члены выглядят одинаково. Хорошая фраза для заголовка, мне кажется. Хорошая фраза для заголовки.